В Якутске продолжаются поиски страуса по имени Женя. Экзотическое животное, один из любимцев многодетной семьи фермеров, чье хозяйство находится недалеко от Тулагина. Несмотря на то, что с момента исчезновения страуса прошло почти две недели, питомца все еще ждут дома. Особенно главные помощники по хозяйству 16 детей приемной семьи. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Страус по имени Саша ждет пропавшего Женю больше всех. Совсем недавно у них определился пол, и они должны были принести потомство. Но самка Женя исчезла, и теперь Саша проводит время в загоне с курицами. Как говорят хозяева, это лучше, чем ничего. У стадной птицы должна быть компания. Была какая-то надежда, что он ушел в поле, и все ходили по полям, мы сказали, ездили на машине. И одному страусу, одному Женьке, ой, Сашке, скучно, уходит, разговаривает, танцует. Женьку ищет. Скучно ему одному, приходится с ним общаться больше, чем раньше, время уделяли, меньше. Вариант с побегом семья исключает. Это может быть кража, так как только недавно в интернете было объявление. В Якутске кто-то хотел купить самку страуса. Это значит, птицу украли для разведения. В худшем случае пустили на мясо. Сбежать он не может. Это, во-первых, стадная птица. Если бы даже он вышел из загона своего, он бы не пошел от второго. Ну, кинологи были, кинологи взяли до определенного места, собака след взяла и все. А там следы были свежие машины. Вот она до туда водошла и все, и встала. Поэтому только могли увезти. Ну, я надеюсь, что не на мясо, потому что его все-таки не съели. Большая семья не теряет надежду и старается присматривать за другими питомцами еще внимательней. А их здесь целый зоопарк. Помимо традиционных коров, куриц и собак, здесь можно увидеть лис, канадского волка, северного оленя, выпь, сурков, енотов и многих других зверей и птиц. В WhatsApp сейчас, в Instagram пишут, есть ли разрешение или что-нибудь, вдруг животное нападет или ничего подобного. Все животные с документами, все животные привиты, в этом отношении совершенно безопасно. И они выращены в питомниках, которые занимаются уже 15-20 лет, и ген агрессивности как бы так подавлен. Животные из поколения поколения видят только людей. Они не жили никогда в дикой природе, и вот это еще плюс того, что они уже одомашненные. Так же, как собаки, получается. Это где, получается, вы приобретаете их? Что с Москвы, что с Краснодара, что с Красноярска? Наверное, единственными и пока еще не ручными животными на ферме являются еноты. Их привезли с Краснодара и специального питомника, где содержатся жертвы браконьеров. У этих енотов нет передних лап и пальчиков. Попали в капкан. Жизнь в неволе для диких енотов еще непривычно. Но зато в будущем потомство у них будет одомашненным, считают хозяева животных. В свой зауголок семья фермеров готова принять любое животное и желающих пообщаться с их питомцами. И все это совершенно бесплатно. Марьяна Кутукова, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск.